У нас была семья музыкальная, артисты, и мой отец в частности, он был дирижером, и много лет они прогастролировали, и мы слушали всегда в доме хорошую музыку, и в какой-то момент мой брат еще был увлечен русским роком, и он как-то сказал, давай купим гитару и попробуем что-нибудь повторить то, что мы слушаем на записях. Я говорю, ну давай, мы пошли в детский мир, купили за 33 советских рубля какую-то гитару, стали что-то на ней пытаться сыграть, какой-то самоучитель нашли, и в итоге брат мой через месяц забросил гитару и пошел в вуз учиться, а я продолжил, и вот до сих пор продолжаю играть на гитаре. Начиная где-то с 2019 или 2018 года, 5-6 номинаций я получаю в различных конкурсах и премиях. Это ведущие, как правило, конкурсы композиторов, исполнителей, и на данный момент в моей копилке 35 званий лауреата из 45 номинаций. Результат это, я не буду скромничать, он недосягаемый, по крайней мере на просторах стран СНГ это точно, а может быть даже Европа вместе. И так получилось, что из отечественных инструменталистов, по-моему, даже одной номинации ни у кого нет. Я в скором времени приеду снова во Владимир и сыграю обязательно композиции, которые принесли мне эти награды, так же, как я это сделал 18 марта, когда было мое дебютное выступление на сцене филармонии. И, естественно, мне очень важно, чтобы инструментальная, качественно серьезная музыка, она не должна быть в таком загоне, в котором она находится на данный момент. И я предлагаю все усилия, чтобы все-таки эту проблему решить. Это было не просто в 2004 году, когда фестиваль «Мир гитары» только-только набирал свои обороты, и ко мне обратился его основатель Олег Акимов, калужанин, преподаватель на тот момент в музыкальной школе гитары классической. Он знал о моем знакомстве с Элан Демиолой. Это суперзвезда гитарной музыки. Один из. И он ко мне обратился с такой идеей, что вот мы бы его хотели привезти. С этого момента у нас стало намного легче приглашать других звезд, и побывали в итоге все великие. Пако де Луси, Джон Маклафлин, Стив Вайс, которым мы отыграли шикарный концерт с симфоническим оркестром. И в итоге на данный момент мы имеем пятидневный фестиваль. Каждый день это обязательно участвует большой симфонический оркестр, то есть масштабность. И это набор всегда, хедлайнеры, это со всей планеты, со всех уголков, это ведущие, самые выдающиеся гитаристы этой планеты. И они не просто приезжают у них в фестиваль мир гитары, это просто одна из дат ихнего чёса, так скажем. А готовится эксклюзивная программа. К примеру, с Лерри Кориеллом мы сделали две мировых премьеры. Мир гитары – вот в чём философия этого названия. И то, за что нас ценят все посольские работники разных стран. До сих пор, несмотря ни на что, у нас тёплые отношения со всеми. Так получилось, что наконец-то мир гитары дошёл и до Владимира. Я, естественно, готов весь свой опыт на это щедро отдать. И сделать, может быть, какую-то новую форму музыкального фестиваля, расширить его стилистику, палитру, не ограничиваться только гитарой. И сейчас я с удовольствием представлю Владимирской публике. В рамках уже мира гитары со мной будет партнёр по сцене. Это выдающийся аргентинский пианист Марио Пармезано, который известен более 20 лет. Он работал в группе Элладимеолы. Он считается одним из лучших интерпретаторов Астора Пьецолы, короля танго. И у нас будет один из блоков. Вначале это музыка Астора Пьецолы в нашем прочтении под аккомпанемент Владимирского струнного оркестра. И вот моё первое знакомство с культурой, так сказать, и с музыкальной жизнью, с музыкальной тусовкой Владимира было. Это сотрудничество со струнным оркестром. Ну и я, направляясь тогда во Владимир на этот концерт, я думал, ну там отработаем. То есть такое что-то рутина. А тут я увидел настоящий такой коллектив единомышленников, которые очень тонко чувствуют, ловят и музыку непростую. Буквально одна репетиция и ощущение, что мы уже давно играли вместе. И настолько обоюдно, приятно это всё было, что мы даже стали так немножко проговаривать, а почему бы нам вообще не гастролировать вместе по соседним регионам, по городам и всё это позиционировать, как раз что вот еду я там как солист и Владимирский оркестр. По-моему, это уже в плане имиджа очень интересно и достойно. И опять же музыканты горят желанием. И пускай все знают, что во Владимире умеют играть серьёзную, хорошую, качественную музыку. И второе отделение мы его сделали более таким электрическим. Плюс мы дадим сцену гитаристам из Владимира. Там заявлено несколько их. И для меня всегда дело чести – это доказать, что я что-то умею. Ну, как правило, лучше на деле, чем какая-то пустая болтовня. Поднимая фестиваль «Мир гитары» в Калуге, на тот момент там очень активно работал Александр Авдеев. Нам повезло, что Александр Авдеев, он любит музыку. И тогда так случайно получилось, что я обратился к нему за помощью, что нам надо вот тут разобраться, как там это сделать, как то. И с тех пор я для себя сделал вывод, что этот человек, который моментально находит путь решения вопроса. То есть озвучиваешь достаточно сложный вопрос. И что, где, когда там знатоки, они одну минуту думают, обсуждают. А здесь я встречаю человека, который сию секундную говорит, так, надо там то-то-то сделать. Ну, сначала, я думаю, ну, не может быть так все быстро и лихо. Раз на деле получилось правильно, там, два-три. И он мне делает предложение стать его советником по вопросам культуры. Вот, конечно, это было неожиданно. И понял, что, в принципе, моя репутация, то есть все, что я сделал, я как бы, я там как-то с высоко поднятой головой и спокойно глядя в глаза, я каждому скажу, что я там готов поделиться своим опытом. Тем более впереди такой праздник, тысячелетие Суздали. И хотелось бы, чтобы это прошло на качественном уровне. И все-таки зритель, его не обманешь. Он всегда чувствует, независимо от уровня своей музыкальной эрудиции, его не обманешь. Он всегда чувствует настоящее мастерство, и он всегда видит обман. И для меня важно поднять на соответствующий, на заслуженный уровень такие вещи, как талант, да, как мастерство, чтобы понятие композитор было. Это не три аккорда, да, и два тритопа, там, три прихлопа и так далее. Поэтому мечта победить вот эту безвкусицу, которая как у нас началась там в 90-е, да, так и продолжается.